Вообще развлекаться в этой машине можно бесконечно. Можно, например, сделать вот так вот. Блядь! Андрюха! Андрюха, догоняй, ебать! Блядь, она заблокировалась, сука! Блядь, она заблокировалась. Привет, друзья! Привет! Это я, Никита Литвинков. Новый день, новый ролик. Я вас всех приветствую. Здравствуйте! Сегодня мы продолжаем заниматься деколлекторизацией нашей прекрасной страны. Конца и края этой работы нет, но результаты очевидны. Все чаще включаются автоинформаторы, роботы какие-то там. Это говорит лишь только о том, что этим конторам все сложнее и сложнее этих дураков отыскивать на должности ведущих специалистов. Но все-таки при определенной степени усердия у них это получается. Некоторые компании мы вообще с вами слышать перестали. Вот первое коллекторское бюро, как вариант. Где оно? Я давно не слышал. Может, кому-то звонят? Напишите в комментариях. Да ты заебал! Алло, Нарик Грачкович? Да, кто это? Это Совкомбанк Муратова для Руслана. Звонил вам по карте Халва Восточной. Недоплата 2-100 осталась в порядке. По требованию банка до 18-го внесете доплату? Нет, конечно. Восточному не копейки. Вы что? Восточные дураки. Какой причине? Вы последний раз в октябре месяце оплачивали? Все, хоррель. Восточный банк, дураки и придурки. Посмотрел тут на одном канале, они идиоты. Им вообще никто не платит, и ничего за это никому не бывает. Что значит не бывает? Ну, то есть, значит, у меня вот оказывается... Ну, выставят все официальные требования. А вы что? Я не пойму очень. Да уже ухудшат. Вы пользовались заемными средствами банка. Ну, а вы же Совкомбанк, мадам. Мы еще не выплатили полк и разговаривали... А Восточный банк? Что, каким боком прилип так вам? Во-первых, Совкомбанк выкупил Восточный банк, соответственно. Нет таких терминов. Это называется уступка право требования. 382-я статья Гражданского кодекса нашей с вами страны выкупил. Уже она в базаре там картошкой торгуете, что ли, выкупил. Это вы со мной корректно разговариваете. Так вы выражаетесь корректно, потому что вы провоцируете. А я спокойно и вам замечание сделал. Вы что, не можете замечание, что ли, принимать? Ну, это же объективное замечание или нет? Или действительно купил-выкупил? Нет, не объективное. Ну, четко в законе прописано слово уступка. Там ничего слова, даже подобного нету. Продал, купил, уступил. По уступке право требования. Уступлено было право требования, да. До того момента, пока я не оповещен. В этой же статье написано. С меня снимается вся ответственность, пока я не буду оповещен полностью об этом. Вот и все. Всех клиентов оповещали. Меня не оповестили, забыли. Меня забыл. Забыл первый кредитор, меня забыл оповестить. Забыл меня первый кредитор оповестить. Во-первых. А во-вторых, если что-то не нравится Банку Восточному или вам на формате уступки права требований, у вас есть все инструменты. Да я нормально с вами разговариваю. Что не так? Есть третья статья Гражданско-процессуального кодекса. В нашей стране применяется очень успешно. Если у кого-то есть разногласия, то обиженная сторона может обратиться за правдой в суд. Могут быть штрафы. Могут, могут. Вместе со штрафами можете, да. Могут быть, конечно, могут быть. Все может быть. Я не готовы к конструктивному делу. Нет, я конструктивно вам свою гражданскую позицию обозначил, мадам. Предлагаю вам это все зафиксировать. Зафиксировать это все. Зафиксируйте, не забудьте. Молодец. Разговоры записываются. Я знаю. Молодцы. Большие. Молодцы. Поэтому подготовьтесь к конструктивному делу. Он сейчас и был. Если вы сомневаетесь, можете почитать, что такое конструктивный диалог в словаре. В каком-нибудь. А по их мнению, конструктивный диалог это да, да, я, конечно, сейчас денег нет. Подождите немножечко. Давайте что-нибудь придумаем. Вот это для них конструктивный диалог. А когда человек ссылается на нормы закона, конструктивный. То есть, все, что мимо скрипта, это неконструктивно. То есть, у них есть какой-то свой словарь. Конструктивный диалог – это когда ваш собеседник говорит ровно то, что вы ожидаете от него услышать. Это у них наверняка так формулируется, это словосочетание, конструктивный диалог. Меня зовут Шакарова Ирина Ренатовна. Я старший специалист Альфа-банка. Что? Дорогие Олеговичи, ТВ. Да, я, ну, наконец-то. Как вас зовут? Меня зовут Ирина Ренатовна. Ирина Ренатовна, старший специалист. Наконец-то дождался. Тут звонят какие-то, ну, честное слово, бестолочи. Я говорю, ну, дайте мне какую-нибудь специалисту. Тут, слава богу, повезло сразу еще и главный. Ну, я надеюсь, мы сейчас хотя бы с вами начнем договариваться, разговаривать. А то до этого было просто там. Запишите, вы же, если главный специалист, вы же наверняка можете повлиять на весь этот сброд. Соберите их на какой-нибудь летучке, планерке. Протрите им фары. Да что такое, блять, берегов не видят. Они вообще там такие бестолковые. Вы бы слышали. Вы даже себе представить не можете. То есть это вы, да, Сергей Олегович? Да, 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 конечно. Да, вы 28 дней находитесь на просроченной задолженности, а сумма у вас... Да, нет, давайте не будем, давайте не будем. Это все эти ваши уже там бездари, мне много раз говорили. Дело в другом. Давайте конкретно с вами поговорим о намерениях банка. То есть вот что, к чему я готов, какие у нас взаимоотношения могут выстроиться с банком. Давайте конструктивно поговорим. А то они говорят, готовьтесь к конструктивному диалогу. Их спрашивают, что такое конструктивный диалог. Они уходят за связи. Ну, молчат или сопят, что-то дышат. Вы же с вами, я надеюсь, понимаете, что такое конструктивный диалог. Потому что, ну, как по-другому-то. Скажите, пожалуйста, а что является причиной неоплаты у вас? А зачем эта информация? Уже есть неоплата. Ну, вы чего? Ну, давайте, вы меня не расстраивайте, то я решу, что меня обманули в очередной раз. Ну, вы в последующем планируете кредитоваться в банках Российской Федерации? Ну, вот, наконец-то. Вот уже. То есть вас там, видимо, они действительно не обманули, зафиксировали? Конечно же, нет. Я, вот, давеча принял решение, и следует строго своему решению, жить по средствам. А вы сейчас официально работаете, да? А эта информация для чего? Ну, вот у вас сейчас на основании статьи 330 Гражданского кодекса и условий договора банк начисляет неустойки. Неустойки начислятся. Ого, ну, наконец-то, ну, нормально, хотя бы давайте ссылаться на нормы закона. Ирина, Ренат, как отчество, извините? Угу, Ренатовна, все верно. Ренатовна, слушайте, Ирина Ренатовна. Вот смотрите, я вашим этим, с позволения сказать, недотепом, коллегам чуть не ляпну, да? Есть третья статья Гражданского процессуального кодекса. Вы, наверное, еще, ну, у вас есть юридическое образование? Я надеюсь, главный специалист, он наверняка обременен какими-то специальными знаниями. Или, может, образование там в банковской какой-то сфере? Угу, есть далее. У вас юридическое образование, да, есть? Или банковское? Да, все верно. Юридическое. Юридическое образование. Можете, если не секрет, сказать, что заканчивали? Какой вуз? Угу, какая разница? Ну, просто любопытно. Вы же спрашиваете, где я живу, где работаю. Не, ну, человек, если закончил вуз, он говорит конкретно, чем он занимал. Ну, просто это как бы наоборот, ищет лишний раз повод сообщить, да, где образование человека. Ну, вот я вот, допустим, и читал, и, извините, в кино смотрел, да. Он спрашивает, что закончили, человек. Ну, вот я, у меня образование, я рефмеханик, у меня первое образование. Я говорю, Дальневосточный институт рыбной промышленности и хозяйства, да. Ну, закончил по специальности рефустановки. То есть, я говорю спокойно об этом. Можно узнать, вы какой вуз заканчивали? Ну, просто к вашей просроченной задолженности отношения не имеют. Ну, не имеет и не имеет. Ну, то есть, вы стесняетесь, да, видимо. Ну, ладно, может быть, вы и не заканчивали, а просто хотите, чтобы все так думали. Ну, да ладно, вы же юрист. Третья статья Гражданского процессуального кодекса у нас с вами о чем говорит? Ну, это на первом курсе все знают. Из этого строится, это как буква А в алфавите. Ну, вы же вуз закончили, вы что? Забыли? Я не говорила, что я заканчивала вуз. Как это вы не говорили? Я говорила, что у меня есть юридическое образование. А как его получают без... А на основании чего вы решили, что у вас есть юридическое образование, простите? Если вы вуз не заканчивали. Вы образование где получили? В пизде. Давайте все-таки вернемся к теме диалога. Что-то я начинаю подозревать нехорошее. Ирина Ринатовна. Алло. У вас все нормально? Вы юрист без образования. Это серьезно. Еще и старший спец... Кто-то может помочь в оплате вам близких, родственников? Слушайте, мне кажется, помощь вам нужна, наверное, все-таки. Ирина Ринатовна. Третья статья Гражданско-процессуального кодекса. Вот юристы, абитуренты приходят и им говорят... Жопу дашь или мать продашь? Вот как филологам, да, первая буква в русском алфавите «А». А юристам на первом занятии, на первой паре говорят. Третья статья Гражданско-процессуального кодекса. Право недовольной стороны обращаться в суд. Ирина Ринатовна, хотя бы это запомните. А дальше любой человек, не обязательно обремененный юридическим образованием, поймет, какую позицию его собеседник занял. Гражданскую позицию, подчеркну я вам. Этот важный момент. Да что же вы уукали? Мне кажется, вы перепутали... Сиги за лупами. Частое посещение зоопарка птичника, где филины сидят, с посещением вуза. И кто-то нехороший вам сообщил, что чем чаще вы ходите в зоопарк, тем вы умнее становитесь. И чем отчетливее вы уукаете, тем вы больше походите на человека. Но он вас обманул жестоко. Вы на филина становитесь похожи. Еще раз давайте. Скажите, а я сейчас разговариваю не с Дмитрием Кузнецовым? Валево! Давно пора было сваливать! Я ничего не понял. Простите? Я сейчас разговариваю не с Дмитрием Кузнецовым? Так, это уже на шизофрению похоже. Вы сейчас параллельно еще с кем-то разговариваете? Или у вас ощущение, что вы с двумя одновременно людьми разговариваете? Здесь я, извините, не могу вам ничем помочь. Я не знаю, с кем вы со вторым разговариваете. Так, а если это Сергей Олегович, дату рождения можете озвучить свою? Для чего? Это уже, понимаете, нивелированием этого состояния занимаются психиатры. Я не берусь. Я боюсь усложнить ваше состояние, усугубить. Сейчас хамите. Я же вам не хамлю. Правильно? Я подозреваю ваш вопрос. А, подождите, это сейчас, скорее всего, кто-то тот, второй какой-то там, как его, Кузнецов Дмитрий, вы его назвали, вам нахамил. А вы, наверное, думаете, что я это сделал. Я вам не хамил. Я просто подозреваю, что у вас обычные признаки какого-то психиатрического заболевания. Ну, никакого-то даже шизофрения. Ну, а что вы мне так? А вы врачи, да? Чтобы ставить такие диагнозы, я правильно понимаю? Да при чем здесь врач, господи? Ну, вы же можете легко человека, увидев гипси, подозревать, что у него перелом ноги? Конечно, там закрытое-открытое, это сложно сказать. А пьяного человека вы увидите, вы же скажете, что он алкоголизмом болен. А зачем здесь умение ставить диагнозы? Есть же очевидные вещи. Я же не говорю, что у вас туберкулез или там, не дай бог, какая-нибудь астма бронхиальная по внешним признакам. Не могу этого определить. Ну, психиатрические отклонения-то может и простой человек определить. Старайтесь трубки брать, диалог вести. Будем ожидать решения вашего вопроса. Давайте вместе мы сейчас загуглим шизофрения это. Давайте. Хотите? Хочет, я вам зараз расскажу. Она уже не хочет, она пошла гуглить. А вообще шизофрения. Тяжелое психическое расстройство, которым страдают примерно 24 миллиона человек. Ну, в принципе, шансов достаточно много. Один из 300 человек в мире. Как минимум, да, вот сколько мы, друзья, в год у нас каждый день выходит по ролику. Ну, то есть, 360 условно роликов, да, если не брать академический формат. В каждом ролике мы в среднем, ну, там, минимум с тремя, с четырьмя разговариваем. То есть, у нас есть четкие, конкретные, условные шансы за год встретить реальных представителей, вот, которые попадают под диагноз шизофрения. Я придумал эту штуковину. Достаточно хорошие шансы. Шизофрения вызывает психозы, ассоциируется с тяжелой инвалидностью и может негативно влиять на все сферы жизни, включая личную, семейную, социальную жизнь, учебную, трудовую деятельность. Давайте вот симптомы. Шизофрения характеризуется значительными нарушениями восприятия реальности, изменениями поведения такими как. И вот она говорит, вы что, доктор? Ну, то есть, она реально, видимо, понимает, что что-то тут у нее не то. Ну, вот надо ли быть доктором, чтобы со стороны диагностировать следующие признаки, да? Получается, да. Да, доктором быть не надо, да. Стойкие бредовые идеи. Наличие у больного стойкого убеждения в истинности тех или иных вещей, несмотря на доказательства обратного. Доказательства, друзья, которые, в принципе, им преподносится. Дальше. Постоянные галлюцинации. Больной слышит, видит, осязает несуществующие вещи и чувствует несуществующие запахи. Ну, про запахи я не знаю. Но вот про то, что они регулярно что-то там вот сейчас наслышала, да? Ощущение внешнего влияния, контроля или пассивность, присутствие у больного, ощущение, что его чувства, импульсы, действия или мысли диктуются извне, вкладываются или исчезают из сознания по чужой воле, или что его мысли транслируются окружающим. Ребят, мы сейчас просто рисуем образ специалиста, главного специалиста отдела взыскания. Ну, вот прям ни дать, ни взять. Я прям не думаю, что украду ваше время, а наоборот, как говорится, разбавлю привычный формат, и дочитаем мы с вами. Дезорганизованное мышление, что часто выражается в несвязанной или беспредметной речи. Мама, дорогая! Мама! Мама! МБА финансы. Эверест. Ну, это же про вас. Ну, значительные дезориентации поведения, что проявляется, например, в совершении больных действий, которые могут казаться странным или лишенным смысла, или в непредсказуемой, или неадекватной эмоциональной реакции, которая не дает больному возможности организации своего поведения. Но здесь мы не можем за вами наблюдать. Вы прячетесь, и мы не видим. Хотя подозреваю, что если со стороны на вас посмотреть, этот пункт тоже четко ляжет, как пазл на свое место. А негативные симптомы, такие как крайняя бедность речи, слаженность эмоциональных, а, сглаженность эмоциональных реакций, бедность речи, ничего мы не будем даже дополнять, а вот тоже, может, кто-то сразу ее не вспомнит, хотя сглаженность эмоциональных реакций. Напоминаю, мне все равно, что вы говорите, мне на ваши оскорбления наплевать. Неспособность ощущать интерес или удовольствие. Я совершенно спокоен, я не реагирую. Зачем мне беспокоиться, зачем мне нервничать? Вы слышали это? Слышали. Социальная аутизация и или крайнее возбуждение или, напротив, замедленность движений, застывание в необычных позах. Ну, здесь оставим, как говорится, в гипотезе. Люди с шизофренией часто также испытывают устойчивые, когнитивные или мыслительные нарушения, затрагивающие память, внимание или навыки решения задач. Но мы с вами слышали, как они чуть ли не с перерывом в минуту задают одни и те же вопросы, на которые уже им дали ответы. Другое дело, что эти ответы не соответствуют их ожиданиям, но, так или иначе, ответ был получен, но успешно в течение минуты забыт. Ну, ладно, давайте сейчас еще раз проверим эти наши, не такие уж и предположения, а вот наблюдения. Алло. Здравствуйте. Слушаю, здрасте. Вам меня слышно? Да. Звонок, взрослый, хозбанка. У меня тут Крестья Павловна Рычкова, Наталья Валерьевна. Могу с ней поговорить? Простите, зовут вас как? Она, Крестья Павловна. Ага, то, что как-то так это... Такое ощущение, что вы не хотели, чтобы я услышал, как вас зовут, Анастасия Павловна. Хотя имя и отчество очень шикарно звучат по-старинному, знаете, из гардемаринов что-то так нахлынула, Анастасия Павловна. Вы знаете Наталью Валерьевну? Да, знаю, конечно. Кем приходите к данному человеку? Почему вы спрашиваете? Это достаточно интимная информация. Чтобы вы передали, Наталья Валерьевна, информацию. Какая вам разница, кем я ей прихожусь, передавать, так передавать. Хорошо, передадите ей информацию, чтобы перезвонила в Росельхозбанк. То есть вот это по вашему информации, для этого вам нужно было знать, кем я ей или она мне приходится, да? Правильная вообще позиция? Да, может быть, вы вообще не знакомы, не общаетесь. Почему вы решили, что я не знакома? Я вам сказал, что да, я ее знаю. Да, ну может быть, я... А что такого? Вы попросили, чтобы я передал, чтобы она перезвонила. Зачем вам вот столько ненужной еще информации, как говорится, в прицеп? Все, знал, сказал, знаю, знаю, все, передайте, что перезвонила, все, че, кем, зачем, куда, во сколько, насколько глубоко. Хорошо, я вас поняла. Спасибо за информацию, всего доброго, до свидания. За какую еще информацию? Мне благодарите. Спасибо за мелодию. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!